13 миллионов, именно столько людей с ограниченными возможностями насчитывается сегодня в России. После того, как в мае 2012 года наша страна ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в соответствии с ней необходимо было привести все законодательство, касающееся этой группы населения. Поправки пришлось вносить в 25 федеральных законов, что должно коренным образом изменить жизнь людей с ограниченными возможностями. Поправки внесли в ряд законов, которые устанавливают порядок и условия обеспечения доступности для инвалидов библиотек, объектов культурного наследия, музеев и возможности ознакомления с музейными предметами и коллекциями. Еще до принятия этого закона в стране начала действовать программа «Доступная среда», в соответствии с которой уже многие российские города создали условия для мобильности инвалидов не только в культурной сфере, но и в здравоохранении, образовании и спорте. Отдельная группа поправок касается доступности для инвалидов общественного транспорта, в том числе воздушного, водного, железнодорожного. До сих пор это была одна из самых больших проблем, которая, наконец, будет решена. В Жилищный кодекс включили нормы, определяющие полномочия и обязанности участников жилищных отношений по созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым и нежилым помещениям и общему имуществу многоквартирного дома.